Здравствуйте! Западная Армения решительно осуждает нападение турок на армян во Франции. Сотни турок ночью в условиях комендантского часа вышли на улицы французского города Леон в поисках бизнес-территории армян с целью их уничтожения. Напомним, что вчера утром армянские демонстранты перекрыли шоссе, ведущее к Валансу и Вьен, тем самым выразив свой протест против агрессии Азербайджана и Турции в отношении Арцаха. Во время акции группа турок с молотками и ножами напали на протестующих армян. В результате нападения пострадали свыше десяти человек, в том числе и ребенок. Президент Западной Армении Армена Кабарамян посетил своего боевого товарища Ваана Бадасяна, который лечится в больнице. Бадасян был на передовой с первых дней войны. После тяжелого ранения его перевезли в Виреван, где он перенес очень сложную операцию. На сегодняшний день его состояние удовлетворительное. После обмена мнениями господин Абрамян и господин Бадасян проанализировали нынешнюю ситуацию на поле боя для аудитории западноармянского телевидения. Присутствующие выразили уверенность, что мы победили в первой Арцахской войне, победим и обязательно и сейчас. Полное видео доступно на нашем YouTube-канале. С утра 29 октября враг ведет интенсивный обстрел Степана Керта, Шуши и Марта Керта из установок Смерч. Как сообщает пресс-служба армии обороны Арцаха, противник, в очередной раз нарушив требования положений МГП и обычного права, обстрелял исключительно мирные населенные пункты, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие. Военные действия на разных направлениях передовой интенсивно продолжаются. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Пагасян. Мошенничество и геополитические измышления вращаются вокруг кризиса в Арцахе. Трансформируя исторические факты, СМИ представляют сцены военных нападений, которые в равной степени разворачиваются между боевыми действиями на территориях, населенных армянами, но требуемых Азербайджаном. Каждый раз, когда появляются эти сцены, они превращают реальность усилий армянских освободительных сил в сказку о территориальном споре в Западной Азии. Никакая запись войны невозможна без признания решающего факта. Клиной армянский народ, проживающий в Арцахской республике, сейчас борется за право на самоопределение. Бомбардированный кассетными боеприпасами, ударами беспилотников и вопиющими нарушениями прав человека, народ Арцаха отстаивает свое право жить и управлять собой на землях своих армянонаселенных предков. Представление сценария по-другому не является смысловой ошибкой. Это означает уступить территорию коренного народа требованиям Азербайджана, дать возможность его турецкому союзнику проводить нео-османскую политику геноцида. 23 октября Genocide Watch объявил чрезвычайное положение в Арцахе, причисляя действия Азербайджана к 9-10 этапам развития геноцида. Эти этапы – истребление и отказ. Полная статья доступна на нашем сайте. Угроза применения Соединенными Штатами санкций в отношении Турции в связи с приобретением ЕУ России зенитных ракетных систем ЗРС С-400 нарастает. С таким предупреждением в адрес Анкары выступил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Куперш, передает ТАСС. Что касается санкций, то риск их применения никогда не исчезал. Что мы видим к настоящему времени? За период между прошлым и нынешним годом, так это увеличивающийся риск, заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США. Комментированы интернет-брифинги для журналистов перспективы использования Вашингтоном ограничительных мер против Анкары за покупку комплексов С-400. Это принятый в США за 2017 год закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних рестрикций против государства, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники также. Дорогие друзья, исходя из нынешней военной ситуации, для нашей победы фонд изучения армянской архитектуры продает все работы, изученные и сданные за эти годы, тем самым поддерживая армянского солдата. Отныне вы можете выбрать любую книгу из списка, перевести деньги на himnodram.org, всяармянский фонд Аистан, пройти в офис фонда с купоном перевода и получить книгу. Список книг на странице фонда в фейсбуке. Наш адрес Ереван, Маршала Баграмяна, 24, Институт истории, 6 этаж, телефон 010-52-15-25. В Западной Армении осень раскрыла все вокруг сказочными красками. Не остались в стране и многие достопримечательности, они своим внешним видом восхищают местных жителей и туристов. Можно упомянуть многие из этих мест, но сегодня мы хотим выделить великолепный водопад Беркрии и горы Мензур с их долиной. Водопад Беркрии всегда выделялся своей неповторимой красотой в любое время года. В этом красочном осеннем образе она продолжает очаровывать и привлекать любителей природы. Умопомрачительный вид открывается на горы и леса Мензура. Протекающая внутри долины река Мензур словно дополняет красоту этой чудесной природы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Маратук Аразапинь. Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!